так ну давайте вы мне напомните что было в прошлый раз кто что запомнил что такое дженерики то есть у вас есть с вами обобщенные типы то есть обобщенные классы и параметризированные типы правильно что это значит что это за такая запись расшифруйте или объясните как работает и что с ним происходит можем его использовать то есть мы когда с вами объявляем класс мы треугольных скобках указываем как бы заполнитель типа да или формальный параметр тогда мы создаем объект этого класса вместо этого т мы пишем уже какой-то конкретный тип и и потом по всему нашему классу вместо вот этого типа заполнителя т ну или объявления типа используется тот конкретный который мы сюда передали следовательно вот это не будет поле first не типа т а того типа который мы напишем в этих дженериках при создании объекта класса пэйр грубо говоря мы создаем такой класс контейнер который может работать с любым типом и он будет с ним работать так как будто бы он написан специально под этот тип все это понимают или есть какие то вопросы просто тема такая важная то есть она потом будет часто и учить использоваться не подняв ее сейчас будет сложно с коллекцией они если если просто ну тоже хорошо то есть мы когда будем с вами создавать объявлять ссылочную переменную мы в этих треугольных скобках пишем имя класса который мы или тип который мы параметризируем тип пэйр получается у нас пэйр для стрингов свой тип параметризирован причем пэйр для стрингов и пэр для интеджев это два разных типа хоть они как бы и описаны одним классом то есть класс у нас пэйр тэну пэр стринг и пэр интедж это два разных типа нельзя в пэр стрингов сохранить объект пэр интеджеров ясно будет ругаться на несоответствие типа потом было сказано продаем что это такое начиная с 7 джавы при создании объекта можно оставлять вот эти треугольные скобочки пустыми тип мы пишем бокс интеджер при вызове конструктора пишем new бокс и оставляем их пустыми но так можно только начиная с джавы си ясно писать их обязательно если их не напишите он будет параметризирован как бы объектом что еще из важного что хотелось напомнить тип может быть сам по себе то есть вы можете какой-то класс параметризировать уже параметы зерованым типом то есть фото ритм мы параметризируемique бог им 곡爆с интегра бог параметризированный интеггером ясно ну как я уже говорил вот эти бокс параметризированный интегра в бокс параметризированным стригам это два разных типа не надо их ну как бы это два разных типа и переменные нельзя из одного сохранять в другой этого типа. Дальше что еще? Есть сырой тип. То есть, что это такое? Когда до версии Java 5 дженериков не было. А некоторые классы, которые сейчас являются параметризированными, уже были. То есть, рейлист был, он был, например, начиная с Java 2, а параметризировали его только в Java 5. Так вот, для того, чтобы оставить обратную совместимость со старыми классами, ну или со старыми проектами, со старыми реализациями, оставили возможность параметризированные классы или объекты параметризированных или обобщенных классов создавать без параметризации. То есть, брать бокс, RAW-бокс, например. Мы не указываем с вами параметризирующий тип. Называется RAW-тайп и к использованию не рекомендую. То есть, как бы, оставили для сохранения обратной совместимости. То есть, Java, она полностью поддерживается. Нету такого, что написано когда-то, перестанет работать в более новых версиях. Написанное когда-то работает всегда основной такой, лозунг. Поэтому вот это использовать не рекомендуют, а еще больше не рекомендуют использовать миксы параметризированных и непараметризированных типов. То есть, если вы используете непараметризированные типы в каком-то старом проекте, то не пишите туда еще и параметризированные. Работайте только чем-то одним. Или одним, или вторым. И в основном, ну, на пятой Java, вернее, на четвертой Java проектов она уже не осталась. Поэтому, в принципе, вряд ли вы с непараметризированным типом когда-то и столкнетесь. поэтому лучше их не использовать. Ясно это? Также бывают обобщенные методы. То есть, параметризировать можно не только класс. Или обобщать можно не только класс, а еще обобщать можно метод. Что такое? там может шипел кто-то рядом. Не знаю. Там вроде, ну, бывает. Вентилятор громко работает. Понятно? Что это значит? Вы можете какой-то параметризирующий тип указывать в рамках метода. То есть, вы методу говорите тип параметр. И, когда вы будете вызывать этот метод, вы можете его вызвать с указанием вот этого типа параметра и везде внутри метода т заменится на вот этот стринг. но обычно когда вызывают методы этот тип не пишут, а он определяется автоматически из контекста метода. Ну, зачастую вот этот параметризирующий тип еще идет в качестве аргумента. То есть, я говорю, например, static параметризирую метод t void print array и здесь вот этот тип указываю в качестве аргумента. Следовательно, если я сюда передам какой-нибудь integer аргумент, то вот этот t можно уже не писать, он и так поймет, что я под аргументом понимал integer и везде по тексту заменит. Тогда уже лучше все-таки явно указывать, чтобы не получилось так, что у вас он неправильно тип определить. Зачастую оно выглядит вот так в основном. И вот это автоматическое определение называется Type Inference. Зачастую его не пишут. Ну, как-то и можно придумать какой-нибудь синтетический пример, где оно автоматом не определит. но обычно как бы пользователь ну, как бы примеры из опыта да, или примеры какого-то решения каких-то конкретных задач с такими проблемами не сталкиваются. но как бы во время вызова не во время описания не во время создания класса а во время его вызова зачастую вот этот тип из контекста понимается автоматически потому что эти методы обычно как раз заточены на то чтобы работать с аргументами вот этого типа следовательно из типа аргумента можно понять что какой тип должен быть сори ограничение на типа то есть зачастую вы хотите ну есть зачастую нужно вот этот параметризирующий тип ограничить то есть параметризирующий тип может быть не любым а потомкам кого-то то есть ну вы хотите работать чтобы ваш например класс контейнер мог быть параметризирован не чем угодно а чем-то конкретным зачем это нужно во-первых с точки зрения логики вашего приложения и во-вторых с точки зрения доступности методов то есть если вы пишете здесь просто т то понимается что здесь может быть все что угодно в том числе об следовательно на этом типе т вы внутри реализации вашего класса сможете вызывать только те методы которые есть у об в том числе они там сто процентов будут все остальное вам будет недоступно кастовать тоже вы можете потом упасть потому что не ясно что сюда передадут компилятор не будет следить за соответствием типов ясно если вы его ограничиваете то есть я пишу статс т экстенс номер то есть я говорю что параметризирующий тип может быть номером или его потомком все остальные компилятор не пропустит то есть вы не сможете создать объект статса параметризированный стрингом вернее объявить ссылочную переменную статс параметризированную стрингом компилятор этого не пропустит следовательно если есть стопроцентная гарантия что здесь будет numbers на t можно обращаться к методам numbers потому что ничего другого там быть не может и мы с вами сможем на типе t вызывать методы numbers вот преимущество ясно то есть грубо говоря контейнер для чисел и внутри этого контейнера мы будем с числами и работать и нам будут доступны методы для работы с числами понятно это примеры есть еще такое понятие wildcard wildcard это шаблон аргументов то есть мы с вами сказали что можно ограничивать тип который параметризирует параметризирующий тип но зачастую особенно когда мы передаем какой-то параметризированный аргумент методу мы не знаем каким именно типом будет параметризирован аргумент ну то есть я у меня есть метод какой-то я ему хочу передать аргумент аргумент параметризированного типа я не знаю какой здесь тип написать если я напишу например t то это будет t соответствовать параметру класса в котором написан этот метод понятно что я имею в виду а если я хочу чтобы здесь чтобы параметризирующий тип аргумента моего метода отличался от параметризирующего типа класса как это написать я могу использовать для этих целей wildcard это значит что этому методу в качестве аргумента можно передать тип stats параметризированный любым типом вопрос из-за на говорить любой то есть метод сумм который в качестве аргумента принимает какой-то объект рейлистов я говорю любой я говорю рейлист параметризированный любым типом рейлист треугольные скобочки вопросительный знак ясно это сейчас когда еще пару вопросительных знаков посмотрим туда пример но зачастую любой нам не подходит нам этот вопросительный знак надо тоже как-то ограничить то есть я не могу сказать любой я могу его то есть любой мне не подходит то есть print лист лист вопросительный знак а это значит что в качестве аргумента этот метод может принять лист параметризированный любым типом но недостатки в этом заключается в том что на элементах этого листа я смогу вызывать методы только объекта будет непонятно ну там может быть что угодно лежать то есть лист который параметризирован чем угодно понятно а я хочу чтобы это был более конкретный тип и для этого есть ограничения extents и super вопросительный знак extents имя класса значит что здесь может быть объект тип супер класса и любой его потомок если бы я здесь написал extend string в листе мог бы быть только string а почему да string final в принципе только string и все можно этом я как бы ограничиваю сверху не выше стринга а можно ограничивать снизу попросительный знак супер подкласс это значит что здесь может быть вот этот подкласс или его родители тут написано что только родители но как показывает практика здесь может быть и сам подкласс ну давайте попробуем ну по-моему если мне не изменяет память вот почему в книге написано не знаю надо у автора спросить про продюс 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 сейчас подождите вот наша папа у нас там был human давайте научим human считать паблик давайте он будет возвращать давайте дабл дабл все мы говорим что мы сюда хотим передать лист но если я напишу вот так это будет значить что сюда можно передать любой лист ли строк правильно если здесь здесь например дабл сумм равна Воздух. Запускаем номер. Номер номер. я уже вот так делать не могу подожди может быть объект какой плюс равно то есть ну и оставать она потом может упасть если я здесь напишу например экстенд давайте попробуем нам может тоже не захотеть они вам ругаются наверное давайте напишем давайте дабл логично я сейчас подождите numbers тут проблема не в этом проблема вот здесь то есть я взял и достал отсюда если бы у меня здесь был вот этого не было подожди во первых какой number давайте в общем если напишу объект он скажет какой-то был в понятно преимущество когда мы тут ограничение теперь я когда здесь буду маршу например просить посчитать какую-то сумму он их обвернет он их обвернет и мы если запустим мы получаем 11 если здесь это уберу он то штука будет ругаться после подожди как и ну он то ругаться не будет он в объект и и вернет но вот это работать не будет понятно вот зачем ограничением то есть я могу вот этим типом работать как с номером в любом случае нам что там будет номер до получать доступ к тем методом которые нет а есть вот в этом типе если я ограничиваю сверху опять же extends супер у меня вот это да вот она ругается передать я сюда могу а вот внутри использовать не могу если я здесь напишу да был поработать будет интер жире цена ты что на суд нам бары родитель дабла вали почитаем на комплект и был пайп ламбер здесь может быть родитель дабла а намбер родитель дабла экстенд дабл то есть вот этот тип должен быть супер по отношению к даблам вот такие есть странные косяки какие-то объект дает но объект нам не подходит не пойму в чем прикол давайте посмотрим вот экстенд с номером ну супер редко использует не могу понять почему работает разберусь недорогие время скажу обычно работает то есть супер указывает что вот сюда должен все правильно вот так нельзя делать почему а вдруг мне сюда придет объект наверное в чем прикол то я ограничиваю снизу то есть мне сюда может объект быть то есть все правильно так нельзя делать то есть если я ограничиваю снизу то есть все кто выше могут быть но намбер как показывает практика тоже можно в качестве аргумента передать аргумента передать но я просто пробовал передаю смажите попробовать сам ясно это пример обобщенные классы могут быть в иерархии то есть можно обобщенные классы наследовать но тогда вы когда пишете экстенд должны родителю тоже как бы передать тип то есть через потомка родителю передаете тип то есть класс ген 2 т 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 то есть мы он prácticamente как параметризирующие типы работники $ то есть F ездить от вместо t сейчас а вы pipel т 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 87 я arrested то есть параметризирующий 3 потомка должен совпадать парами monte лесенов параметризирующий типом или буквы родителя потомка их может быть больше в эвэ но т видят вот эта Т мы как бы передадим родителям, чтобы родитель тоже знал, чем же его объект будет параметризирован. Ясно? Можно непараметризированные типы наследовать как бы параметризированные. Непараметризированный класс наследуем параметризированный класс. Пожалуйста. Тогда вообще ничего не надо передавать. Тогда я пишу класс GMT Extents без параметризации класса. Очистка типов. Что это такое? Так как раньше до Java 5 параметризации дженериков не было, то надо было как-то выкрутиться так, чтобы оставить совместимость со старыми версиями ну, чтобы оставить обратную совместимость с программой. Как это было сделано? Никакие дженерики в байт-код не попадают. То есть, дженерики это только на этапе компиляции. То есть, после компиляции в байт-коде о дженериках никакого упоминания не остается. То есть, код выглядит так же, как он выглядел до Java 5. Как это достигается? Так называемая очистка типов. То есть, здесь у нас написано GNT, ограничивающий тип оптики. Правильно? T без ограничений, значит, здесь может быть все, включая любой тип. Следовательно, везде по коду вместо T будет подставлен оптики. То есть, скомпетированный клад будет выглядеть как скомпилированный класс везде вместо T будет подставлен объект. ГNT, объект о, ген обжект о, вместо T будет объект написано. То есть, смомпилированный класс будет везде вместо T объект. И вот этих дженериков вообще не будет выкинуть. Если у нас тип чем-то ограничен, то вместо t будет подставлен ограничивающий тип. То есть здесь, в этом классе, вместо t, везде по коду подставится string. Будет класс genString, stringString, stringO, string, getString. Код будет как бы переписан для string. Как с этим мы оперировать будем в нашем коде? Это как бы как классы будут выглядеть, например, библиотечные какие-то. А как будет выглядеть наш код? Мы же обращаемся к элементам, как бы с учетом того, что, например, здесь number. Или integer. Я пишу genInteger и obd newGenInteger. А вместо t будет obd. Следовательно, get, вот этот ob, вернет мне object. Но на самом деле, я с ним, я рассчитываю, что вернется integer. Он везде касты подобавляет. То есть везде по коду будет, вот так, int x равно integer. Вернет он мне object и кастанет его сам integer. В байт-коде будет куча вот этих кастов. То есть я пишу вот так и думаю, что возвращается integer. не, возвращается object, но он вот делает там сам автоматический кастинг в байт-коде. Ясно? Или не очень-то? Ну и бывают ошибки неоднозначности. То есть, смотрите, я пишу myGenClassTv. Правильно? Здесь может быть какой-то класс параметризирующий, здесь может быть какой-то класс параметризирующий. И у меня два сеттера. Сеттер для T и сеттер для V. После очистки типов и T станет object, и V станет object. У меня будет set object, set object. Два одинаковых сеттера. Так нельзя. Поэтому эта штука не скомпилирует. Понятно, о чем идет речь? Да. Ну мы говорим об, об один типа T, об два типа V. И мы хотим один, то есть одно поле у нас T, второе поле V. И мы хотим им сеттеры написать. У этого T, у этого V. Один сеттер с T, другой с V. Да, когда они конкретные. А тут получается, что у нас. Может, после очистки типов, вместо T подставится object, и вместо V подставится object. И получится set object, set object. Два одинаковых сеттера. Ну как, void, void, имя, set, имя, set, тип, object, тип, object. Так не пишется. Один из вариантов их ограничить, то есть T, любой, V, extend, string. Тогда в байт-код попадет object, string. То есть после очистки типов, вместо T подставится object, вместо V подставится string. Уже будет set object, set string. Но это будет до тех пор, пока мы не делаем вот так. String, string. Я же могу сделать. Я могу этот класс типизировать двумя стримами. И это тоже не скомпилируется. То есть, integer string скомпилируется, а string, string уже нет. Хотя по факту в байт-коде-то тут будет object, string, но он говорит, string, string нельзя. Не будет работать. Зачастую вот такие штуки считаются ошибкой в архитектуре. Надо переписывать класс. Значит, что класс с точки зрения архитектуры не корректирует. Ну и что необходимо помнить. Обобщенные методы можно создавать в необобщенных классах. Обобщенные классы можно наследовать от необобщенных классов. Есть сырые типы, которые оставили для сохранения обратной совместимости с кодом до Java версии 5, но пользоваться им не надо. Из-за стирания типов на этапе компиляции существует много ограничений использования и обобщения. Мы с вами только что увидели, да? Где после очистки код становится одинаковым. Хотя вроде бы визуально выглядит разно. Нельзя создавать объекты типа обобщения. Нельзя написать newt. Нельзя создать массив типа обобщения. Обойти это можно как создать массив типа объект, потом его кастануть к массиву типа t. Ну, такой кастырь. Ну, он даже классы GDK использует, поэтому, блин, наверное, так делать можно. Массивы быстрее работают. Они вот это внутри используют. Ну, не знаю, в реалисте я не помню, а в хэшмапе точно. Специально посмотрел, да, вот могу показать. Есть класс, ну, по функции он для хранения списка. На следующую лекцию, или через чеда. Контрол-В, путь. Минода какая-то. Угла. Ну, не знаю. Угла. Угу. 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 Да ладно, хотел вам кое-что показать, но кому интересно посмотреть сами. Ну и нельзя создавать обобщение, обобщенные классы исключения. Ну в принципе по дженерикам это все. Какие будут вопросы? Прошлую лекцию мы с вами тогда закончили. Давайте переходить в практике. Что у нас сегодня на практике? Открываете гугл диск и сегодня утром. За 10 выводов. Заходим на практические задания. Практическое задание 3. Читаем и думаем как мы это будем делать. Через минут 5 будем с вами обсуждать. Задание такое объемное. Смотрите. Задание написать прототип посещения библиотеки по условию. Вот это просто как бы описано как эта штука должна работать. То есть грубо говоря техническое задание от заказчика. То есть в системе существует множество пользователей. Окей. У нашей библиотеки есть много подписчиков, которые могут брать неограниченное количество книг. Окей. Один человек может взять много книг. Ну как обычная библиотека. В системе существует множество книг. У нас будет много книг, которые могут быть взяты разными пользователями. Окей. Любую книгу может взять любой пользователь. Любой пользователь может взять много книг. В системе существует отчет по использованию библиотечных книг. Окей. То есть есть отчеты, в которых написано. Отчет содержит в себе информацию по книге, по пользователю, который взял данную книгу и дата аренды, возврата книги. Окей. То есть будут отчеты, которые содержат книгу, пользователь, то есть кто взял, что взял, когда взял, когда вернул. То есть по факту, по факту, по этим требованиям у нас с вами сразу выплывают три сущности. Это пользователь, юзер. Вот с такими вот полями. То есть вам уже поля написаны. Да. Класс юзер с такими полями. Обычный класс. Обычный класс вот с набором полей. То есть объекты этого класса будут как бы и хранить наших юзеров. То есть каждому юзеру физическому будет соответствовать объект внутри нашего приложения. У юзера будет ид, нейм, логин, пасворд, дата рождения и лист буков, то есть список книг, которые он взял. Дальше будет книга. Опять же ид, автор, название. – Почему рекорды в юзере, а не рекорды? – Кто? – Почему он, типа, лист буков, который взял юзера, да? – Ну, если мы взяли юзера и посмотрели, какие книги у него на руках. – Подождите. Сторидж и юзер это ж разный. То есть сторидж у нас реаляционная база данных, а пользователь – у нас объект. – Правильно. – Билдер не дадут хранить. – Это в библиотеке, вот как берешь книгу, зайти, не забываешь бумажку, и так увлечеет, как коррежь. – Сама хранить. – Так, все будет в сторидже храниться. – Сторидж это дополнительно экстрапункция, которая отоменит отношение в юзеров к юзерам. – Нет. – В юзерах своё, чем у них есть на конец. – Своя. В репорте своя. – В юзерах своя. – В юзерах своя. – В юзерах своя. – Ладно, давайте так. – Библиотека в целом. – Что мы делаем? – Да, в юзерах, это – В юзерах, это в юзерах, это в юзерах, это в юзерах. – Нет, это говорит о том, что, допустим, юзер авторизовывался. – Мы ж хэшмабы пока не знаем. – А ну, мы же попишем. – Да, мы же попишем. – Мы их не используем ещё. Смотрите, ну подождите. лист юзер, юзер пользователь. У него книги на руках. То есть, мы берём пользователя и смотрим, какие в данный момент у него книги. То есть, книги принадлежат пользователю в данной ситуации. То есть, это не библиотечная информация, это характеристика юзера. Какие у него есть книги. Репорт относится к книге. То есть, кто брал книгу, хранится в репорте. Когда её взяли, когда её вернули. И у каждой книги лист юзеров – это… Так мы же обсуждаем ещё. – То есть, у нашего с вами приложения. Должен быть методы. – Нет, связи. – Связи. Многие ко многим мы пока не пишем, именно прототип базы данных. То есть, базы данных не пишем. – Ну да, но мы просто базу данных пишем в листах. – Объектная база данных, да. – Даже в Oracle есть InMemory Database. – Да, есть либо он. – Ну ладно, а в чём суть вообще? – Смотрите. – Зачем нам generic storage? – Можно в двух словах? – Ну, чтобы понятно было. – Не до, а в двух словах, а потом уже в двух словах. – Мы в нём будем хранить юзеров. То есть, вот эти сущности мы будем хранить в этом сторидже. – Ну, просто меня дёргают с одной стороны, со второй, с третьей. Вы разрываете логику объяснения. – А что у нас здесь есть? – Да, да. – Айдишники. – Хорошо, а в англое? – Сами объекты. – У нас, получается, айдишники будут? – Ну, как вариант. – А зачем? – А зачем? – В value? – В value – да, а в key. – А зачем нам? – В какой объект в key? – Не понял? – В value, в целом, в лонкайби, у каждого слой. – Да. у нас будет несколько этих сториджей у нас будет несколько у нас будет для юзеров своя доожка для буков своя доожка для репортов своя доожка в каждой набожки будет generic storage один будет типизированный им то user 2 и бог 3 и ну интеджер и report то есть у нас будет юзер у нас будет букву нас будет репорт следующая нам вот эти сущности надо где-то хранить то есть нам чтобы с этими объектами оперировать они должны где-то хранится по-хорошему когда мы с вами выучим базы данных gdbc мы вот такие штуки будем хранить в базе данных все хранится ну давайте report мерить по запросу можно не но по заданию при этом с айв можно репорты хранить и генерировать их то есть по каждой операции можно они лучше хранить проще хранить то есть как бы отчеты по то есть у нас будет книга юзер когда взял когда вернул дальше что у нас должно быть мы где-то это должны с вами хранить сейчас мы это будем хранить как бы и мэмори дата бейс то есть создадим свой generic storage такой как вы делали на домашнем задании только у вас был один типа здесь два типа этот generic storage будем использовать в разных доошка доо это data access object это если расшифровать а если по сути то доо это интерфейс который осуществляет доступ к данным да то есть в доошке у нас с вами должны быть методы по доступу к объектам базе данных то есть ну например create юзер даем этому методу а да так для каждого класса юзер буки репорт будет под под того что будет того юзер дал бук до ори пор там будут креет 3 табдейт делит то есть create create юзер мы объект юзера даем методу create юзер и этот юзер ложится в нашу внутреннюю базу данных обычно пишут create можно и add но как это так сложилось что обычно все пишут create это название метода понять не create create мы с вами внутри пишем как бы интерфейс у нас будет доо юзер доо бук доо репорт data accessed object то есть объект который осуществляет доступ к сущностям базе данных его имплементирует не storage его имплементирует какой-то класс реализации интерфейса например там юзер доо имплементейшн который реализует эти методы и эти методы будут оперировать уже с generic storage сильно сложно сейчас скинь подвернем смотрите смотрите ну пока нам надо создать три класса юзер бук репорт потом мы создаем три интерфейса доо юзер доо бук доо репорт у каждого интерфейса должно быть create 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 delete update и read это все это будет в каждом по четыре метода можно еще сделать read all то есть прочитать все то есть получается интерфейс где объявлено пять методов у каждого read user read book read report потом create user create book create report потом эти интерфейс надо будет реализовать в реализации вы будете уже писать что эти методы делают то есть что будет делать add user метод он будет в объекте generic storage оложить юзера что будет делать read он будет пойти читать из сториджа и возвращать то есть там методы 3-4 строчки они маленькие непонятно то есть вот оно объемное но вот по такому шаблону создаются большинство приложений то есть у вас есть то есть мы сейчас бэкэнд на у вас есть база данных у вас она тоже есть у вас есть до очки у вас тоже есть есть отдельно будет отдельный класс классы интер ну давайте сделаем отдельные интерфейсы с отдельными методами да где я не против не про дженерик storage я говорю про вот это дженерик storage ну хотите ну по правильному делать с интерфейсом с реализацией это отдельные классы по как вот тому что мы сейчас обсудили об этом не говорили не ну крей твой крит тип возвращает юзер или бог или чего-то можно буллин сделать и возвращаем это получилось не получилось через 8 минут пойдем пить кофе смотрите то есть что у нас должно быть это когда-то мы что такое писали у нас должно быть у нас должен быть несколько пакетов вот это пакете модель то есть это модель данных то есть у вас будет пакет модел и в пакете модел будет три класса user book report потом у вас будет пакет даао пакете даао будет юзер даао бук даао report даао в пакете того вас будет пакет e2 implementation реализация где будет юзер дааоимплементейшн, book дааоимплементейшн, report дааоимплементейшн классы, ясно? во втором пакете еще есть пакет, которые реализация дал уже хотя там кинул кто-то этот, да, о, картинка а что это за классы? не сильно будет понятно смотрите ребят, как можно себе упростить жизнь создать проект, ну когда создаем проект, там использовать UML диаграмму попробовать у кого-то бесплатная? бесплатная? ну пока да пока да, нет, ну, есть сломанный, ну ладно, да, не буду показывать да я не знаю то есть, ну, давайте тогда будем вместе делать, если сложно да я понимаю ясно смотрите, что от вас что от вас требуется что должно делать ваше occasionally Оно должно добавлять пользователя, удалять пользователя, добавлять книгу, удалять книгу Найти книгу, взять книгу, вернуть weiß Layout, история по книге, историяala по пользователю То есть, это будут сервисы, то есть, будет пакет Service. У каждой сущности будут там User Service, а Log Service, Report Service интерфейсы У этих Service будут реализации. Вот реализация в добавить пользователя – это Service пользователя add user add user дергает доожку юзера и ложит туда юзера то есть ну мы там уже реализуем логику создания пользователя до удалить пользователя говорим какого пользователя удалить по иди он его удаляет добавить удалить то есть грубо говоря у нас будет все не будет только юзер интерфейса то есть кнопочку которой надо добавить пользователя дергается метод добавить пользователя и пошло создание пользователя кнопочка удалить пользователю нажали он удаляет пользоваться то есть все кроме юзер интерфейса по работе вот с библиотекой но тут много дженериков будет здесь хранилище дженерик самих классах дженерики просто само просто по дженерикам вы домашку делали такую сделать еще одно такое же задание и опять же вы будете один класс делали мне кажется интересно вот это просто эта архитектура будет часто использоваться вот в таком виде просто более объемная потом в принципе чем раньше мы с ней познакомимся чем она будет потом привычнее просто мы сейчас делаем и не море дэйт бэйс мы сейчас используем то есть грубо хранить все локальных классах когда мы выучим 20 данных мы это будем в базу данных ложить на базу данных да а а дата дао не изменит то есть юзер дао останется такой же интерфейс мы просто реализацию заменим то есть мы не будем переписывать все ну можно ну так но обычно дожки делать для каждого суть для каждой а хорошо крит можно давайте так попробуем ладно давайте кофе а